Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 5. Вопрос 1491. «Понятия о духовности у всех разные. Есть ли какой-то определитель, чтобы можно было сказать, что и ты тоже не посторонний, и что у тебя есть продвижение вперёд? Что твоя духовность возрастает? Чем это можно обнаружить?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Отвечал уже не раз, что такого термина, как «духовность», Библия не знает. Это придумал Горбачёв. И, как думаю, не без подсказки от патриарших номенклатурщиков. Священное Писание конкретно говорит о человеке плотском, то есть о мёртвом, о согрешившем Адаме, о его отпрысках и о духовном, о том, что человек получил иное рождение от вышних, что теперь стал свой Богу и участь его с духами праведных. Первое послание Коринфянам, 15.47. «Первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба». Послание Кримленам, 8.13. «Ибо если живёте по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Жизнь человеку дана, чтобы преобразиться в духовного человека, быть приготовленным к вечности со Христом. Первое послание к Коринфянам, 15.48. «Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные». Конец цитаты. «Каков перстный, он думает о земном, о том, как безбедно прожить здесь, на земле, как прокормить и устроить родных. Всё о земле и для земли, а небесном у него программы нет, отсюда и воровство, да и как бы тому не быть, если ничего за гранью гроба вообще и нет. Надо жить сыто, тепло и красиво, в удовольствие. Удам членам тела давать волю». Согрешившему человеку Бог дал лекарство, труд. Труд серьёзный, до пота и в поту. Книга Бытия, 3 глава, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Конец цитаты. «В работе глупости с трудом пристают к человеку. А достать можно через труд много, и будешь сыт, и жена будет трудиться, рождая с опасностью для жизни». Книга Бытия, 3.16. Жене сказал, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Первое послание к Тимофею, 2.15. «Впрочем, спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Книга Притч, 31.14. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Конец цитаты. «Но враг научает иным путям, чтобы не потеть, а потому таким нужно добывать это у того, где уже кем-то добыто с потом, или утащено неправдой у того, кто потел над этим материалом. Остальное, что не трудом твоим добыто, воровство и грабеж, плотское насилие над духом. Рожденный свыше, отдавшийся водительству Духа Божия, духом проницая в суть Писания, склоняется к подчинению, сказанному Богом, и тому научает всех, кто входит с ним в общение». Плотской же человек думает обо всем с позиции выгоды земной, наседая на удовольствие и безбедность, на богатство и на болотно-тихую жизнь. Его благоутробие готово в три погибели пред епископом скрючиться, чтобы только тот его не спихнул на другой приход. У таковых крестоносцев нет ничего духовного, а есть лопотание о духовности. В их представлении это строительство храмов. «Обязательно нужны им храмы, храмы, иконы, благоукрашения, богослужения. Это артисты с широкими рукавами и камелавками из верблюжьего волоса, утробы сотленные». Послание Титу. 1.12. «Всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Конец цитаты. «Они потеть не будут, чтобы идти в мир и проповедовать. Им бы митру добыть, звание архимандрита, и встать в очередь за епископской панагией». Плотской размышляет о смерти. Послание Кремленам 8, 6-7. «Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Конец цитаты. Посмотрите на зрелище, когда всюду проповедуют, в кавычках, о возвращении традиций народных, что они достигли своей духовностью этого. Вот идет многотысячный крестный ход на прорубь на крещение, и тут снимают операторы эту сверхдуховность, как епископ на коленочках, крест велюжестый окунает в воду, а его маститые, прото- и метроносные с отверстиями, в кавычках, с двух сторон, опекают, чтобы шапочка его, изукрашенная в воду, не плюхнулась, чтобы сам он игрушечки свои не порастерял и не утопил на речном дне. Идиллическая картинка для пасторального романа. Что тут есть евангельского? Что можно сравнить со Словом Божьим? Что из этого нужно духовному человеку? Это все артисты, маскарады устраивают для отвода глаз. Бездельники-мертвецы через воду в вечный огонь дорогу мастят миллионам своих жалких прихожан. Привязанность к плотскому и есть лучший показатель, что духовной еще и не начиналось. Ему просто негде умещаться в душе. Сначала нужно оторваться от тяготеющего культа преклонения предмассовостью, потрудиться до пота, изживая из себя страх, трусость пред духовными вождями, не ведущими народ по Библии, и отрешиться от корысти, и во всем труд полагать в основу исправления души. Не тысячекратным повторением Иисусовой молитвы, достигая биения сердца в ритм слов молитвы, как мантры, но внутренним духом любя утерянное прародителями блаженство общения с Творцом. Послание филиппийцам 2.5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Второе послание апостола Петра 1.8 «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Бога нашего Иисуса Христа». Продолжение следует...